всем привет и интересная тема для разговора сегодня но прежде если вам интересно наблюдать за моим прогрессом моими действиями пожалуйста подписывайтесь на канал также я читаю все ваши комментарии поэтому отвечу на все ваши вопросы и если есть у вас конкретные пожелания вы также можете оставить их в комментариях а теперь о главном какую спицу выбрать почему же такой вопрос возник у меня вот они мои трубочки которые меня вполне устраивают скручены они на спицу полтора миллиметра и полосу шириной восемь с половиной ну там плюс минус сантиметров ну здесь допустим ширина полосы от варьируется от 8 до 8 с половиной но как бы в этом нет ничего страшного да кстати если вам интересно посмотреть как я нарезаю вот конкретно свою бумагу можете написать об этом и снимем отдельный видеоролик возвращаемся к спицам значит нет никакого предела совершенству вот моя рабочая спица кстати нет никакого предела совершенству поэтому хочу провести эксперимент для этого я заказал спицы размером 1 и 2 1 и 0 8 миллиметра где покупал спицы ссылки я оставлю в описании под данным роликом кстати лариса спасибо вам за спицы было приятно с вами работать из казани в барнаул посылка пришла очень быстро в целом и общем люблю я постоянство поэтому и в плетении придерживаюсь такого же принципа одна спица одна ширины одна одной ширины шириной полоса меньше сомнений больше дела если вы на в начале пути и у вас в наличии спица двойка или полторашка остановитесь на этом как только изучите ключевые моменты плетения научитесь ровно плести и вам будет не стыдно за свои работы вот только тогда можно начинать эксперименты со спицами к своим трубочкам я предъявляю претензии следующего рода значит к ним я предъявил такую претензию что мне показалось что мои трубочки достаточно полые внутри но разрезов и посмотрев еще раз пришел к выводу что все нормально и так в чем будет заключаться мой эксперимент значит беру я полосу шириной восемь с половиной сантиметров плюс минус спицы 1 и 2 1 0 8 миллиметров и на все эти спицы я накручу трубочек сплету одинаковые изделия и сделаю свои выводы результаты и мои выводы вы увидите у меня на канале а пока предлагаю посмотреть на то как я буду знакомиться с новыми спицами значит спицы очень тонюсенький особенно спицы 08 длина у них 50 сантиметров по сравнению с моей обычной спицей обычная спица у меня длиной ну где-то сантиметров 35 это очень длинные спицы как вот что непривычная до спицы все подписаны но 08 она очень тоненькая ее даже не будет видно на камеру спицы 1 миллиметр тоже достаточно тонкая хотя казалось бы да разница о боже батюшки разница всего лишь 2 миллиметра но вот 1 и 2 еще как-то более-менее ну что давайте к эксперименту так мы сейчас их сложим по порядку хлястики я уберу чтобы не мешались это будет у нас первая спица 1 и 2 спица 1 миллиметр конечно потом можно заморочиться и провести еще один эксперимент это уже поэкспериментировать шириной полосы но вот мне допустим вот это вот мою бумагу в данный момент удобно резать вот так и я хочу ее то есть не хочу лишних тела движения не хочу я заморачиваться я прекрасно знаю прекрасно понимаю что и со спицы двойки из полторашки из любой ширины полоски можно добиться прекрасных изделий замечательных конечно как я уже говорил совершенству предела никакого нету поэтому со временем все таки приходится выходить на новый уровень приходится заморачивать ну вот предлагаю все-таки посмотреть на моем примере что у меня из этого получится к чему я приду так ну что поехали спица 1 и 2 пробуем скрутить трубочки ну все таки 1 и 5 как-то она поприятней как по мне вот видите сразу не получая первая трубочка и сразу же у меня возникли какие-то трудности трубочка не получилось так ну вот для чистоты эксперимента смотрите моя обычная спица полторашка который я уже привык трубочки кстати крутить надо каждый день тогда навык не потеряется то есть вот видите как быстро я получил трубочку что я должен получить в итоге в начале скрутки должно быть достаточно широкое место об этом я показывал рассказывал в своем первом видео конец трубочки конец скрутки он должен плотно облегать спицу и сама трубочка по по своей длине должна иметь такой легкий легкий конус и вот такая трубочка она меня устроит идеально это будет моей идеальной трубочкой то здесь широкое место чтобы хорошо наращивались и здесь идет легкий конус и конец скрутки плотно плотно облегает спицу так продолжим со спицей 1 и 2 в принципе если не торопиться сосредоточиться не болтать можно со временем научиться крутить на спицу но вот честно трудновато казалось бы умею крутить трубочки ну вот почти обнимает здесь место пошире разрезать сейчас я не буду эти трубочки чтобы смотреть внутренности потому что это бесполезно внутренности полость внутреннюю потому что это бесполезно трубочка не обработана и она вся расклеится ну чисто по тактильным ощущениям ну и прям небольшая разница небольшая разница отложим в сторонку давайте возьмем спицу 1 миллиметр спица один миллиметр а вот это еще сложнее так сложно но можно но нужно потренироваться нужно потренироваться попробуем еще в общем неважно какую ширину полоски вы берете какую вы берете спицу главное чтобы вы были довольны конечным результатом иначе поначалу будет каша в голове и так можно в принципе крутить можно но поначалу я думаю будут мозоли так это спица 1 миллиметр но здесь даже уже визуально я вижу да ну что тактильно что визуально эти спид о спицы эти трубочки они тоньше ну что самая тонкая спица это 08 и это жесть я вам скажу даже не представляю что я буду крутить что я буду плести на такую так спицу сразу сделаем три попытки о боже она вообще тонюсенькая нет это точно нет очень непривычно так спица 08 не поддается но все-таки я попытаюсь добиться хоть какого-нибудь результата так вот пошло дело так но здесь есть утолщение но так сравниваем с полторашкой на трубочка чувствуется тактильно тоньше но конечный результат лучше всего сравнивать в готовом изделии когда трубочки будут окрашены обработаны в общем вот такие у меня новости вот такие у меня спицы новые спицы тонюсенькие все-таки оптимальная спица это полтора либо два миллиметра ну два миллиметра конечно толстого это будет но можно можно ну 12 спица какой делаю вывод после первого знакомства в принципе один-два ну вот попробую попробую в перерывах в промежутках накрутить хотя бы по 100 трубочек на каждую из спиц и какую-нибудь маленькое чего-нибудь маленькое такое сплести и потом обязательно посмотрим что у меня из этого получилось ну а пока буду крутить трубочки на свою основную любимую спицу полтора миллиметра нужно делать большие запасы осенью планируется конкурс среди каналов по плетению хотелось бы конечно мне принять в нем участие в общем вот такая сегодня у меня история в принципе я доволен что у меня появились эти спицы я очень даже доволен буду дружиться с ними учиться крутите на них посмотрим что из этого выйдет выводы делайте сами всем спасибо кто досмотрел до конца ну и до скорых встреч до конца